Как все уже успели заметить, в Наринмаре и поселке Искатели серьезно взялись за одну из вечных проблем, а именно за дороги. На участке, который соединяет поселки Факел и Виллэдж, начали шурфить. Так называется этап работы по строительству новой дороги. В течение месяца бригады Доримстроя уложили песок, щебень и бордюрный камень. Укладку асфальта планируют начать после подготовительных работ. В перспективе по новой дороге сможет курсировать рейсовый автобус по маршруту Искателей в Факел Виллэдж Искателей. Подробности расскажет Олег Хатанзейский. Бригада из семи человек при наличии пяти единиц техники работает только днем. Процесс укладки и дороги шумные. И несмотря на то, что уже лежит щебень и бордюрный камень, специалисты Доримстроя заняты окапыванием. Работа связана с тем, что в земле проложены коммуникации. И для того, чтобы это все не порвать, нужно обязательно шурфить. То есть нужно откапывать те места, где мы должны, предполагаем, есть кабель, связь. Ну и прочее. Большинство строителей – люди приезжие. Их девиз не только сделать дорогу, но и не ударить лицом в грязь. Олег Сухарев, руководитель отдельной бригады, строит дороги уже 15 лет. Работал под Петербургом, Москвой и на Дальнем Востоке. Участок между Факелом и Виллэджем уже знает наизусть. В планах этого года улица Летняя – 450 метров. И перелог газовиков – 840 метров. В итоге должна получиться современная транспортная артерия с пешеходными переходами и тротуарами. Правда, не везде. На газовиков мешают огороды, через которые по плану будет проходить дорога. Это нужно решать с администрацией, чтобы эти огороды сносить. Но мы самостоятельно, конечно, без решения администрации сносить огороды не будем. После запуска новой дороги между Факелом и Виллэджем первоочередной задачей станет укрепление дамбы возле нефтебазы. Это позволит запустить рейсовый автобус по маршруту искателей Факел-Виллэдж-искателей. Однако на этот год уже не планируют. Поселковым властям не дается решить финансовый вопрос. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.